А тем временем в Казахстане наблюдается острый дефицит кадров в строительной отрасли. Не хватает более 8 тысяч работников, заявляют в Союзе строителей. При этом потребность слабо покрывают вузы. Несмотря на то, что в прошлом году чуть более 8,5 тысяч человек окончили университет по строительным специальностям, они не хотят идти в профессию. В чем причина и как нехватка кадров отражается на стоимости жилья для казахстанцев, расскажет Зарина Беремкул. Вот уже больше года в строительстве не хватает работников. Иностранцы, которые трудились на объектах до пандемии, уехали в свои страны и не вернулись. К тому же в Казахстане хватает своих безработных и в приоритете трудоустроить их. По данным Биржи труда, есть около 5 тысяч вакансий для строителей. Но кандидаты, в том числе получившие профильное образование, идут туда неохотно. Отчасти из-за тяжелого труда и низкой зарплаты по рабочим специальностям. Штукатурщикам на Бирже труда предлагают в среднем 86 тысяч тенге, каменщикам 117 тысяч. Есть и фактор устаревания навыков для позиций, требующих больше знаний. Если отучились условно 4 года назад, то возможно, когда вы выпускаетесь, ваши навыки уже не являются необходимыми. То есть рынок поменялся, требования рынка поменялись. Это и касается каких-то цифровых решений, каких-то программ для строителей. Это может быть автокад, последняя версия и так далее. В то же время квалифицированных работников, которым строительные компании готовы создать условия, например, платить зарплату 400-500 тысяч тенге, очень мало. Часто приходится переучивать выпускников вузов или своих сотрудников. Эксперты предлагают заключать соглашения между застройщиками и университетами, чтобы готовить кадры под ключ. То есть компания будет полностью или частично оплачивать учебу студента, а вуз подбирать для этого абитуриентов. Сама строительная компания, работодатель может следить за ходом образования, за качеством, за GPA, то есть успеваемостью студента. И тем самым мониторить, какой в итоге кадр через 4-3 года придет к ним на практику, на работу. В Союзе строителей поясняют, что нужно срочно решать проблему с кадрами. Из-за того, что сейчас работники не могут вовремя выполнить поставленные задачи, затягиваются сроки строительства. Строй компании потом компенсируют эти затраты повышенной стоимостью недвижимости. Каждый квадратный метр дорожает на 15-20%. К тому же растет стоимость материалов, в этот раз на 60%. Поэтому к весне следующего года рост цен на квартиры может составить 20-30%, говорят участники рынка. Зарина Беремкулди, Дарья Леев, Информбюро, Нур-Султан. Еще больше важной и интересной информации на нашем YouTube-канале Информбюро 31. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей.